Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день» и вновь и вновь погружаться в Божье Слово. Да, маленькими порциями, но и программа наша небольшая. Но я верю, что не в количестве времени, а в качестве и в содержании, и главное, в духовной составляющей является пища для нас. Поэтому давайте извлекать из того малого большой объем, питающий наш дух, укрепляющий на старте дня, и пусть это размышление, оно нас сопроводит, а более того, сделает нашу практику наполненной результатами размышления. Когда мы практикуем то, что мы слышим, особенно на старте дня, у нас есть возможность в течение дня к этому обращать свой взор, обращать свой фокус, и на что мы будем смотреть, в то и будем преображаться. Слава Богу за то, что мы живем в определенных местах, и Библия, она часто говорит о городах, хотя это не было первоначальным планом Божьим. Первоначально человеку надо было просто возделывать землю, а как вы знаете, в городах этим не занимаются. Но в любом случае Господь и здесь пошел, что называется, исходя из творчества человеческого, тоже во взаимодействии, чтобы в городах была сформирована какая-то инфраструктура, которая позволит заниматься еще большими задачами и их решать во взаимодействии и с теми людьми, кто занимается сельским хозяйством, находясь на земле. Когда разрушены эти взаимосвязи, тогда разрушается цепочка жизнедеятельности. И чтобы этого не происходило в нашей жизни, в жизни наших городов, будем благословлять живущих внутри и работающих вне городов, но занимающимися возделыванием земли. И так как мы можем прочитывать еще один стих, уже одиннадцатый, «Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды». Как имя Твое Божие. Какое имя? У Бога их много. И все его имена, они наполняются теми гранями для нас, которые нам нужны в жизни. Имя Бога пусть светится. Мы знаем, что мы читаем это слово в молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое на земле, как и на небе да будет воля Твоя». Сущий на небесах – это тот, который всегда на троне и всегда во власти. А у нас с вами есть необходимость с этим сущим, у которого много граней имен, знакомиться. Но знакомиться не в теории, а знакомиться на практике. В теории это важно стартовать. То есть мы сначала узнаем, что он Иегова Раффа, он целитель. У него есть еще и ангел исцеления, у него есть грань имени целителя, у него есть во Христе Иисусе раны, которые нам говорят о том, что ранами его мы исцелились. Потому что немощи и болезни он взял на себя. И поэтому, когда мы читаем, «Как имя Твое Божие, так и хвала Твоя». То есть, которое имя ты узнаешь, у тебя это вызывает следующую реакцию – благодарить Бога и прославить Его. Оказывается, ты такой удивительный целитель. Когда люди, идущие по этой земле, так много встречают болезней, и карточка их в поликлинике или в больнице только разрастается, но когда пришли ко Христу, есть возможность разобраться с этим досье. И поэтому, друзья, нам не надо мириться с тем, что у нас было в прошлом, а сегодня благословлять свое тело, благословлять свои ткани, благословлять свои функции в организме, благодарить Бога за то, что они есть, и пусть они поправляются и исцеляются. Ведь мы все имеем в Боге для нашей целостности и здоровья. И кто-то говорит, ну, возраст уже не тот. Вы знаете, есть у нас примеры и в церкви, когда возраст не говорит о том, что человек живет в болезнях, а наоборот, благодарит Бога, что ни одной таблетки не пьет, а славит Бога за здоровье и целостность. Поэтому мы здесь можем и прочитывать, как имя Твое, так и хвала Твоя, до концов земли десница Твоя полна правды. Поэтому рука Господня наполнена истиной и правдой. Будем из нее вычерпывать, как из Божьего достояния и наследства для нас. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем благословлять наследство, которое мы получили через Христа, как доступ в небесах. И пусть Твоя рука, десница Твоя, наполненная откровениями для нас, наполненная дарами для нас, будет излита в наши судьбы. И Ты знаешь, что тленное, оно нуждается в подкреплении. И поэтому пусть тленное будет поглощено тлением. И таким образом, Твое слово, в котором Ты когда-то сказал, что Ты благословишь хлеб и воду у тех, кто Тебе служит, и отвратишь болезни. Поэтому мы принимаем это слово в действии, а Ты десницу свою проявляй в наших судьбах во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok